Очередь сдвинется. Депутаты регионального парламента внесли изменения в условия получения так называемой социальной ипотеки. Вступил в должность в Минницком округе назначен новый уполномоченный по правам ребенка. С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепитова. В 2016 году Россия будет жить без антикризисного плана. Об этом сегодня заявил министр финансов Антон Силуанов. Поддержка экономики будет осуществляться через специальный фонд. В следующем году у нас так называемого антикризисного плана не будет, но будет источник фонд для поддержки отдельных отраслей экономики. В его рамках будет оказываться поддержка ключевым секторам, проинформировал глава Минфина. В проекте бюджета на 2016 год для этого фонда предусмотрено 65 миллиардов рублей, но в зависимости от ситуации объемы помощи могут быть доведены до 150 миллиардов рублей. При этом 74 миллиарда из этих средств, уточнил Силуанов, уже распределены для агропромышленного сектора. Развитие агропромышленного комплекса, безусловно, будет одним из приоритетов и бюджета Ненецкого округа. Кроме того, в казне 2016 года найдет отражение и социальная политика. Депутаты окружного парламента на очередной сессии приняли ряд важных социальных вопросов, которые коснутся людей высокого возраста, семей, воспитывающих детей и граждан, имеющих инвалидность. В частности, депутаты приняли законопроект, позволяющий провести более масштабную оздоровительную кампанию для детей округа. И, как отметил глава региона Игорь Кошин, объем средств на данную программу остается неизменным. Любовь Пермякова с подробностями. Ряд принятых законов социальной направленности в новом году коснется лиц пожилого возраста. Единовременная выплата ко дню пожилого человека гражданам, проработавшим на территории округа не менее 15 лет и достигшим 70-летнего возраста заметно вырастет и составит 16 тысяч рублей. Увеличится и доходность неработающих пенсионеров. В целях установления социальной доплаты к пенсии на 2016 год принят закон об установлении прожиточного минимума для пенсионеров округа. Было принято решение о том, что на 2016 год мы устанавливаем размер прожиточного минимума в размере 16 тысяч 510 рублей. До этого был в этом текущем году размер составлял 14 тысяч 210 рублей. То есть те граждане, которые получат пенсию ниже установленной суммы, а именно 16 тысяч 510 рублей, смогут получать доплату из окружного бюджета до уровня величины прожиточного минимума. Данная социальная мера в виде доплаты коснется примерно тысячи человек. Окружными депутатами также внесены изменения в критерии предоставления звания ветеран труда. Отработав люди достойно, имея грамоты уровня Нинецко-автономного округа, возрастной ценз для них не меняется. Но если же претендуют порой люди, у которых была в практике своей жизненной судимость, относящиеся к особо тяжким, то вот, к сожалению, такое звание он не сможет получить, потому что это звание очень высокое. Помимо этого, для получения звания необходимо соблюсти и ряд других требований. Звание ветеран труда присваивается при наличии трудового стажа для женщин не менее 35 лет, для мужчин не менее 40. В отношении лиц, которые имеют государственные награды или ведомственные знаки отличия, а также в отношении категории линевода, о чем работники, рыбаки, охотники, промыслыки, звание ветеран труда присваивают при наличии стажа женщин 30 лет, мужчин 35. В новом году изменится и порядок предоставления путевок мать и дитя. Теперь воспользоваться таким правом могут дети, имеющие третью, четвертую и пятую группу здоровья. Мать и дитя путевка по-прежнему сохраняется, только лишь ребенок ограничится возрастом до 9 лет, но тем не менее сопровождать ребенка может уже и бабушка и дедушка, вот законно мы это приняли. Ранее воспользоваться таким правом могли дети до 15 лет. Уменьшение возраста сотрудники департамента здравоохранения связывают с тем, что путевка мать и дитя дорогостоящая и составляет на ребенка и родителя более 100 тысяч рублей. На такую сумму поправить здоровье смогут пять ребятишек. Начиная с 10 лет, теперь ребенок может отдохнуть в составе организованной группы, направляющейся на отдых в детский оздоровительный лагерь. Еще одно изменение касается детских выплат и затронет многодетные семьи. Выплата в размере 6 тысяч рублей родителю или иному законному представителю, совместно проживающему, филактически воспитывающему ребенка, которому не предоставлено место дошкольно-образовательной организации. И выплата многодетным семьям, ежемесячная компенсационная социальная выплата в связи с рождением 31 декабря 2012 года 3-го и каждого из последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет в размере проживающего минимума установлено в низкоавтономном округе. В целях систематизации межсоциальной поддержки предлагается установить, что граждане, имеющие право на указанные выплаты, имеют право на одну из них по их выбору. Важные изменения коснется и программа ипотечного жилищного кредитования. Уже несколько лет у нас в округе действует так называемая социальная ипотека, согласно которой граждане округа, в том числе и молодые семьи, могут улучшить свои жилищные условия. Учитывая, что сегодня средства окружного бюджета идут, прежде всего, на обеспечение мер первочередников, основная очередь не движется. И сегодня она составляет примерно около 1000 человек. Поэтому сегодня принято на сессии окружного собрания депутатов решение о том, чтобы средства окружного бюджета поровну направлять на очередь первочередников и на основную очередь. В первую очередь войдут нынешние первоочередники – многодетные семьи, усыновители и семьи с ребенком-инвалидом. Во вторую – остальные категории. Бюджетное сигнование планируется распределить между этими двумя очередями в равных долях. Условия предоставления мер социальной поддержки для лиц, имеющих инвалидность в 2016 году, тоже изменится. Теперь единовременную выплату ко дню инвалида в размере 10 тысяч рублей смогут получить граждане, прожившие на территории округа не менее 10 лет. Сегодня же на сессии собрания депутатов Римма Галушина принесла присягу и вступила в должность уполномоченного по правам ребенка в Неницком округе. Ее кандидатура была предложена главой региона Игорем Кошиным и одобрена депутатами на сессии регионального парламента. Клянусь защищать права ребенка, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, законодательством уставом Неницкого автономного округа, законодательством округа, справедливостью и голосом совести. Спасибо. Депутаты регионального парламента посетили детский сад компенсирующего вида для детей с туберкулезной интоксикацией. Выделили участок, сделали проект, но дальше дело не пошло. Городской детсад номер 6 нуждается в новом современном здании. Новые мостовые ограждения, спортивные площадки и не только. В сельских муниципалитетах округа завершаются работы по благоустройству территорий. Детскому саду компенсирующего вида для детей с туберкулезной интоксикацией необходимо новое здание. Об этом работники дошкольного учреждения поведали депутатам окружного парламента. Встреча была организована работниками детского сада. Наболевших проблем много, но старое и маленькое здание – самое главное. Этот детский сад – одно из старейших образовательных учреждений региона. Первых воспитанников он принял в 41-м году. Сейчас в садике находится 40 воспитанников из населенных пунктов региона, хотя оздоровление требуется большему количеству малышей. Ведь в детском саду воспитываются дети из семей, которые имели контакт с больным туберкулезом, которые находятся в группе риска или в трудной жизненной ситуации. Места в садике не хватает. Сейчас открыто только две группы, в которых находятся дети от 3 до 7 лет. Очередь у нас списочная есть, есть как бы нам предполагаемые воспитанники, которые должны к нам поступать. Но нет кое-как места, как бы сказать, или места. Нам тубдиспансеры предупреждают, что вот эти детки к вам пойдут. Но когда они придут, мы не знаем. О том, что пора расширять детский сад, говорят уже давно. Строительство нового здания планировалось еще в 2007 году. Выделили участок, сделали проект, но дальше дело не пошло. Сейчас проектной документации достаточно много стоит. Но в любом случае мы буквально ближе к концу года будем заслушивать Кайдалова, это замгубернатора по строительству. Предварительно направим ему этот вопрос, чтобы они нам что-то сказали по тому поводу. Если до конца года, в принципе, мы успеем еще с Татьяной Васильевной на эту тему пообщаться, хотя бы найти концы вот того проекта, который тогда был. При строительстве нового здания в детском саду смогут открыть еще несколько групп для детей с ослабленным здоровьем. В населенных пунктах округа завершается благоустройством. В этом году деньги на облагораживание территорий муниципалитетов выделялись по системе грантов. Одним из главных критериев конкурсного отбора были результаты фактической реализации мероприятий по благоустройству территорий, проведенных в предыдущем году. Средства из окружного бюджета были выделены 12 муниципалитетам. Между ними было разделено 100 миллионов рублей. Сумма грантов составили от 2 до 20 миллионов рублей. Приморско-Куйский сельсовет получил из окружной казны 12 миллионов рублей. На эти деньги построили уличные деревянные ограждения, приобрели и смонтировали детский игровой комплекс. Построили контейнерные площадки. Закупили светодиодные деревья, которые установят к Новому году. Сейчас работы в Красном полностью завершены. Также закончены работы по благоустройству в Карском сельсовете. Там на 4 миллиона рублей отсыпаны подъездные пути в административном центре муниципалитета и восстановлен памятник землякам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной. Почти завершились работы в Коткинском сельсовете. Из окружной казны муниципалитет было перечислено 3 миллиона рублей. Уже заменено 1200 метров мостовых. Установлены цветники и клумбы. Завершается строительство пешеходного моста. Не забыли власти и об удобстве местного населения. За этот период сделано 6 площадок под мусор, бетонированные с ограждением. Приобретены 18 контейнеров, пластиковых по 270 литров. Каждый контейнер на колесах. То есть они уже практикуются, уже пользуются жителями. Вывоз мусора осуществляется один раз в месяц. Детская площадка на 12 элементов игровых установлена. Она недалеко от физкультурно-оздоровительного комплекса. Там и горки, и танецный стол, и игровые элементы городок. В Великовисочном сельсовете работают также на завершающем этапе. На благоустройство муниципалитета поступило 8 миллионов рублей. На эти деньги установлены детские площадки, скамейки, урны. Закуплены светодиодные светильники. Сейчас в Великовисочном продолжается подсыпка центральной дороги. Также к началу следующей навигации полностью преобразятся причалы в населённых пунктах муниципалитета. У нас приобретены и установлены в населённых пунктах пластиковые причалы. Закуплены павильоны для ожидания пассажиров. Причалы частично установлены, но, к сожалению, навигация закрылась. Комплектующие ещё остальные в Нарьянмаре. Но в следующем году они будут установлены, и будет всё красиво. В этом году впервые средства на благоустройство муниципальных образований выделялись на грантовой основе. По словам руководителей населённых пунктов, деньги были распределены очень поздно. Поэтому сложно было уложиться в срок по доставке оборудования и проведению всех необходимых процедур. Несмотря на трудности, руководителям поселений удаётся уложиться в срок. Почти полностью завершились работы в Юшарском, Малоземельском и Пёшском сельсоветах. В завершающую стадию вошли работы и по благоустройству Канинского, Телевисочного, Антикского и Колгуевского сельсоветов. После завершения главам администрации предстоит отчитаться по расходованию средств, выделенных на облагораживание территории муниципалитетов. Алена Валий, Телеканал Север. Более 170 тысяч рублей перевела на счёт мошенников доверчивая жительница посёлка Искателей. С заявлением о факте хищения денежных средств женщина обратилась в правоохранительные органы. Как пояснила заявительница, ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного лица, который представился сотрудником банка. Мужчина объяснил гражданке, что она может получить компенсацию за некачественные услуги ясновидящих. Действительно, несколько лет назад женщина использовала услуги экстрасенсов, в результате которых получила моральный вред. Женщине было предложено перевести на её счёт 570 тысяч рублей. Это и было компенсацией за некачественные услуги ясновидящих. Женщина поверила мужчине, он говорил достаточно убедительно, уверенно, и она была готова к дальнейшим переговорам. Дальше мужчина сказал, что женщине необходимо перевести проценты за налог и за страховку компенсации. Таким образом, потерпевшая перевела 171 тысячу 500 рублей. Когда она поняла, что её обманули, она обратилась в полицию. Во избежание подобных случаев полиция советует гражданам проявлять бдительность и осторожность. Ни в коем случае не сообщать незнакомым людям о своих сбережениях, не переводить деньги на неизвестные счета и не поддаваться на предложения незнакомых людей, перечислить деньги и взамен получить какую-либо компенсацию. Кабмин потребовал от образовательных организаций публиковать на своих сайтах информацию о денежных сборах с родителей. Правда, только официальных. Всевозможные сборы за общеклассные нужды по-прежнему останутся между ними и учителями. Теперь школы будут обязаны публиковать стоимость услуг, которая взимается с родителей или законных представителей ребёнка за посещение всевозможных дополнительных занятий, продлёнок, проживания в интернате и так далее. Принятое решение обеспечит открытость и доступность информации о деятельности образовательной организации. Подобная практика позволит родителям сравнивать стоимость схожих услуг в соседних школах и обращать внимание на случай, когда она явно завышена. В Санкт-Петербурге сегодня проходит 13-й форум СМИ Северо-Запада. На форуме активно обсуждается продвижение северного туризма. Свои туристические возможности продемонстрировал и Ниньский округ. Санкт-Петербург в 13-й раз принимает форум СМИ Северо-Запада. В программе традиционно прошёл и профессиональный конкурс журналистов Сезам-2015. Открылся форум представлением лучших информационных проектов на выставке «Медиа-Атлас Северо-Запада-2015». В этом году тема медиавыставки – «Сполохи северного сияния» и «Романтика белых ночей». Она посвящена информационному продвижению развития северного туризма не только как замещение иностранному туризму, но и как самостоятельной перспективной отрасли развития. Свои туристические возможности на Сезаме демонстрирует и Ниньский округ. На экспозиции нашего региона представлены основные туристические маршруты. На форуме работает и наш корреспондент Олег Хатанзейский. Ему слово. В Год Победы Великой Отечественной форумы мы решили провести в знаменитом степени Тобурки Доми-Радио. Именно из этого здания журналисты военной поры передавали самые свежие сводки фронта. Что касается форума, то он открылся в 10 утра. И по традиции, первым делом регионы из всего 11 представили свои возможности в сфере туризма. К Ниньскому округу интерес у участников традиционно высокий. Десятки софий были сделаны только на фоне чума. Сегодня же площадку посетил полпред президента по северо-западному округу Владимир Булавин. Он лично познакомился с туристическими возможностями нашего региона. Вице-губернатор НАУ Галина Медведева в так обставленному чиновнику рассказала об уникальном проекте округа, так называемых чумовых выходных. В нашем субъекте, к слову, он заработает уже в декабре. Первое желающее есть. Особый ажиотаж, по словам Галины Медведевой, будет наблюдаться весной, когда в регионе пройдут всероссийские соревнования на снегоходной технике. Вообще, что касается основных тем этого форума, то особое внимание организаторы уделили независимости региональных СМИ. Все чаще телеканалы, да и газеты напрямую пиарят власти. Происходит обслуживание чиновников, и отнюдь не по собственной воле. По мнению участников форума, новости должны быть непременно народными. С этим на площадке согласились, пожалуй, все. Ну а что касается главного события СИЗАМа, награждения лучших журналистов, то их имена мы назовем в следующих выпусках. Добавлю, что наш телеканал также участвует в данном конкурсе. Мы отправили сразу несколько работ, поэтому держим кулачки, и все тоже в напряжении, ждем результатов.